здравствуйте господа начинаем эзотерический вебинар по пятницам и я сегодня постараюсь ответить на вопросы но перед тем как мы начнем начнем и вот с чего прямо сейчас вы видите вот эту надпись где написано дуйко гуру это адрес моего сайта и номера телефона прямо сейчас вы можете перейти и выбрать семинар любой моей эзотерической школы а также любой инфопродукт и получить скидку 10 процентов на покупку любого продукта пока идет данный вебинар после окончания вебинара скидку вы такую получить не сможете поэтому поторопитесь если вы что-то хотите приобрести вам необходимо скидка сделайте это сейчас ну что ж сегодня отвечу на ваши вопросы большое спасибо что вы поздравили меня с благовещением насколько я знаю благовещение это праздник благой вести которую принес архангел гавриил по другому сила божья до марии которая узнала от архангела гавриила что в скором времени у нее родится не ребенок а бог спаситель который должен будет спасти людей от их грехов и своим духовным подвигом помочь этим людям избавиться от первородных грехов или закрывает двери сынок от первородного греха и так далее мне нравится такой праздник он такой эзотерический но немножко такой теплый знаете он весенний на сегодняшний день на улице начала весны прекрасное ощущение ощущение радости тепла и так далее одним словом весна дожили до весны все вас здравствуйте с узбекистана здравствуйте сева счастья мир вашему дому хорошо что вы есть всем с праздником спасибо виктория владимировна здравствуйте андрей андрей скажите я избавлюсь от страхов появились после инсульта что делать спасибо за ответ после инсульта страхи это естественное состояние это описано на залоге и даже есть принятое понятие как после инсультные страхи и это нормальный процесс который следует с дополнительным увеличением адреналина который помогает привести в активность тромбоциты увеличивая протромбиновый индекс тем самым то что было произведено в ходе появления у вас разрыва сосуда лечится поэтому относитесь к этим страхом с позиции что так должно быть если избавить человека от страхов то ухудшится процесс какие препараты принимать но сегодня у нас не день когда я буду назначать но все-таки я могу сказать я когда-то разработал препараты этих два препарата один называется препаратом здоровые сосуды 2 деципин случае если есть порезы после инсультные и 3 анти паразин то есть и 1 2 3 препарат можно принимать также улучшит ваше состояние если принимать любые седативные препараты но это может быть просто можно принимать магний просто можно принимать магний в дозировке 200-500 миллиграмм ура всех с праздником благовещения спасибо ура счастья просветания добра мира вам с вашим близким спасибо находимся с детками в германии подскажите когда нам лучше возвращаться домой в киев или лучше еще оставаться в германии вы можете возвращаться в киев и киев живет сейчас активной жизнью в общем все нормально свет вода тепло все есть и рестораны и отели торговые центры продуктовые супермаркеты все работает все есть можете смело возвращаться украине а конкретно киеву киевской области уже дальше угрожать ничего не будет поэтому если вы живете и вам не хватает неудобно хотите вернуться то как раз время сейчас для того чтобы это сделать не забывайте друзья подписываться на мой канал и так сегодняшняя наша тема была объявленная она называлась темой целительством то есть там я такую надпись делал мифы реальность в ходе рассматривания информации в ходе которой я буду давать информацию о том как все-таки устроены принципы целительства существует ли это на самом деле и так далее на самом деле вокруг этого всегда есть огромное количество мифов но из песни слов не выбросишь и я могу сказать что да действительно такой уникальный метод как целительство одного человека другим человеком имеет место быть это духовное целительство эзотерическое целительство я знаю ну десятки тысяч подтверденных подтвержденных случаев когда помогал гипноз через телевизор когда помогала заряженная вода как бы кто с этого не смеялся или как бы кто не относился к этому все равно можно сказать что в целом такие методы они имеют место быть почему негативно относятся люди к таким методам я могу тоже объяснить дело в том что бесконечное количество лет еще советского союза где это было фактически запрещено а мы все жили в советском союзе нам говорили о том что те люди которые занимаются целительством они шарлатаны аферисты пытаются у людей деньги забрать но как показала практика существуют и уникальные уникальные случаи в ходе которых люди действительно выздоравливают и есть случаи когда у человека за один день за два дня пропадают заболевания которыми человек страдает на протяжении длительного времени это частные случаи как правило это не поголовные но тем не менее могу сказать что в моей практике были случаи уникальные и закрывать глаза на такие наверное методы но не имеет смысла я широко изучаю информацию которая связана с целительством и могу сказать о том что в действительности во всем мире целительство не целительство и целителей не наверно не жалуют и относятся к этому ну наверно с улыбкой также считается что это деструктивно в некоторых странах особо развивается данная система в соединенных штатах америки есть огромное количество и центров и огромное количество направлений сегодня о них буду говорить и в нашей стране тоже есть специальные религиозные общества которые помогают людям и именем господа иисуса христа исцеляют и есть случаи целительства есть такие случаи когда ничего не помогает человеку я знаю есть случаи когда помогает с одного раза не случай когда не помогает там в течение 10 лет это такие особенности что можно сказать заслуживает ли это внимание случай если из десяти тысяч даже одна тысяча человек смогла вылечиться или смогла улучшить самочувствие за счет какого-либо принципа целительства или за счет какого-либо метода который был разработан одним человеком для помощи другому человеку то это заслуживает место заслуживает свое существование и такой принцип или такой метод его необходимо изучать дело в том что будущее медицина она как раз и заключается за объединением всей медицины за объединением и изучением вот таких методов для того чтобы человек мог заниматься и самовосстановлением и более такими простыми методами устранение у себя боли и так далее ну и несколько мифов и наверно несколько любимых методов о них я сегодня вам расскажу а после этого я отвечу на ваши вопросы но наверное на первое место нужно поставить аффирмации свое время было выпущено целый ряд книг они были популярны их издавали поголовно практически в каждой стране и они пользовались большим спросом это были аффирмации луизы хэй мы наверное это помним потом еще разноцветные руки или лечение руками барбары бреннон которая издала такой атлас и который публиковался как атлас где было показано как человек должен по идее ясновидящий видеть ауру другого человека проникать в чакры в ауру и там обучали этому и так далее было целый ряд направлений которые назывались рейка где люди получали посвящение рейка и использовали определенные символы и так далее то есть этих методов было много одни из них начали очень процветать другие не очень нашли себя были методы я не помню надавливание на точки методы роль финга 38 точек на голове и так далее ну и несколько слов о том что же я думаю о некоторых из этих методов я считаю что методы когда человек говорит себе я здоров я умен я красивый я здоров там или человек говорит я богат я богат я богат не приведут человека к тому чтобы он стал богат или к тому чтобы он стал здоров почему я так считаю дело в том что утверждение которое внушает себе человек делает его заставляет его поверить и и он вдруг в какой-то момент начинает думать что так и есть я такие случаи наблюдал у людей когда человек приходит ко мне и говорит я миллионер я уже миллионер я уже очень богат и при этом не имел возможности там рассчитаться в ресторане за кофе или не имел возможности там и я вот у таких людей наблюдал яркие когнитивные расстройства психики то есть эти люди были оторваны от действительности и реальности и я могу сказать что это скорее всего была такая ошибка когда человек сам себя обманывает он приходит к состоянию депрессии поэтому я считаю что моменты когда человек произносит слова у меня не болит почка или у меня перестала болеть там спина или позвоночник или у меня прямо сейчас я выздоровела у меня больше не болит позвоночник или прямо сейчас я выздоровел у меня больше не болит нога это к сожалению методы которые вам не помогут хотите вы этого или нет дело в том что это называется по-другому самообманом и никаким образом человек помочь себе не сможет но в этом есть одна небольшая тайна и я думаю что в случае если бы человек говорил не сейчас говорил скоро у меня это произойдет допустим он бы говорил себе скоро у меня перестанет болеть нога скоро у меня перестанет болеть нога тогда бы процесс мог бы быть иным а в случае если он говорит у меня не болит нога я полностью выздоровел работать не будет вот попробуйте то что вы наработали при помощи аффирмации луизы хэй и видоизменить и использовать мое слово скоро или волшебное слово скоро таким образом будет это работать как мотивация или как задача которую вы ставите кому-либо высшим силам или своему подсознанию или еще чему-либо которые могут которая может повлиять на вашу жизнь в случае если человек утверждающий говорит то это просто обычный самообман какие бывают по моему мнению принципы самоисцеления можно ли самоисцеляться и какие можно наверно выделить самые главные или самые важные принципы самоисцеления но я думаю что самый простой принцип самоисцеления это вымаливание или просьбы почему-то хочется вспомнить йогананду который в свое время говорил о том что он очень просил что-то у бога ему это постоянно давалось вот он там в своей книге биография йогананды там у него есть история когда он выпрашивал то есть он обращался к высшим силам и по моему к черной по моему даже какому-то образу он обращался и выпрашивал чтобы ему дали там возможности и здоровье и так далее это у него произошло и раб как это работает что имеется в виду я тоже очень рекомендую использовать данный метод он в действительности очень помогает просите у себя у своей души или у высших сил или у бога исцеления так и говорите пусть моя рука или пусть мои руки ноги там живот не болит пусть там изо рта не пахнет пусть у меня печень не болит пусть у меня это как это делается складываете руки обращайтесь кому угодно обращайтесь кому угодно лишь бы у вас было состояние или чувство такое теплое внутри вашей груди потому что стих без чувств не слышат а когда человек выразительно начинает просить то у него это получается обращайтесь кому хотите там вселенскому существу богу пожалуйста к ангелу хранителя пожалуйста к иисусу христу пожалуйста к своей душе пожалуйста просто кому-то нибудь тоже помогает почему на самом деле это все работает по принципу получения помощи через воздействия по моему мнению через какую-то структуру связанную с подсознанием и когда человек просит то видимо наше подсознание мобилизирует все свои весь свой потенциал и каким-то образом воздействует на наш психосоматический ряд и воздействует видимо на целые системы ну а это один из принципов когда человек может таким образом перепрограммировать себя или направить наверное процессы таким образом чтобы помочь своему организму есть второй вариант второй вариант звучит так иногда из-за того что заболевание связано и иногда человек вырастает и у человека есть очень много информации которую он получил от окружающего мира это возможная информация о буддизме или христианстве или удаизме где говорится о том или где говорится о том что наказание в виде боли или заболеваний или чего-либо обычно является следствием какой-либо причины или чего-либо что человек совершил вы знаете это как прошивка может находиться в сознании человека очень часто влияет на него поэтому когда человек начинает просить и говорит там о высшие силы там архангел гаврил михаил уриил или там там бог или иисус христос или там великие и там кто угодно ведь ли путь ли и начинает просить то в этот момент его наверное психическая система она может сказать так но как же тебе давать если ты так много гадостей то совершил и предки твои совершили и карма у тебя большая именно поэтому случае если первый вариант не помогает человеку то может помочь второй вариант какой покаяться нужно каким образом это происходит так и говорить пусть все что привело меня к тому что я болею являясь наказанием моего тела через мой язык и плохие чувства будет мне прощено а чё там раскаиваюсь во всем что я совершил раскаиваюсь в зле причинено мной осознанно и просто так такой текст запишите и кайтесь лучше если не помогает то можно попаститься и говорить так раскаюсь так почему-то вспомнил фильм фильма с петром мамоновым когда там монах все время каялся за то что он когда-то во время войны взорвал баржу и застрелил немец командира и он думал что это по его вине человек погиб а потом монахом стал и вот он все время молился и в главной роли пётр мамонов мама монаха там играет и вот он все время каялся он говорил каюсь каюсь и раскаиваюсь каю что это произошло и так далее вот смотрите просите у своей души у высших сил у ангелов исцеления а также кайтесь пусть это у вас будет тоже таким образом уже второй метод то есть если человек раскаивается то он отпускает какие-то нити воспитание или нити той полученной им информации которая была до этого им воспринято или накоплена и таким образом он может себе помочь если первое второе и третье не получается и там допустим у вас там раскаивание не принимается говорят обычно в церкви то нужно наказать что-нибудь допустим у вас болят руки или трясутся руки всяких отчитайте или себе отчитайте прямо скажите так хватит болеть сколько можно ты там печень а ну соберись руки ты мужик хватит уже стонать хватит нервничать хватит плохо спать выйдите на улицу подышите и скажите себе я иногда так делаю если болею но уже лет на восемь не болею нужно на улицу выйти если болеете и сказать все хватит надоело болеть больше болеть не будут все надоело болеть иногда для того чтобы первый второй метод у вас запустился не хватает знаний мертвой точки существует физическая величина мертвая . вот она объяснена или как бы существует гипотетически существует но считается что именно сдвинуть с мертвой точки затрачивается обычно больше энергии чем на остальное движение которое потом появляется то есть случае если столкнуть с одного места предмет неподвижный то больше времени вернее больше энергетических затрат чем в дальнейшем движения именно поэтому мертвая . может быть и в нашей психосоматической системе восприятия наших заболеваний так можем мы хотеть сама система может настроиться и там у нас может это хотеть получаться и так далее а нам не хватает только это сдвинуть и вот для того чтобы сдвинуть нужно разозлиться разозлиться на себя вымолить себя покаяться отругать себя отругать там кого-то кто там виноват в том что вы болеете и так далее есть методы которые совершенно необычные и они не поддаются ну вот совершенно никакому совершенно никакому объяснению один из таких методов целительства это метод двух чашек или двух стаканов и он действительно очень функциональный я о нем рассказывал еще там 2012 тринадцатом году потом он как-то отошел там я давал целые идеи или целые программы как использовать данный метод наверное вы помните если у вас запор необходимо взять один стакан полный один пустой переливать 40 раз 41 стакан выпить но не стакана воду которая находится в стакане и таким образом запор лечится но оказывается существует еще и метод лечения с помощью двух стаканов необходимо взять два стакана и переливать и произносить водичка вылечи мне печень помоги моей печени избавиться от желчи восстанови билирубин пусть у меня ножки перестанут болеть пусть те микробы которые находятся отпустят или выйдут из моего организма пусть у меня психика восстановится и так далее ну и вот так делаете долго засекайте время от одной минуты ну и хотя бы до десяти если делать так утром и вечером увидите насколько будет иметь мощный результат это тоже связано я так предполагаю 5 такие не доказать не опровергнуть такие системы невозможно они не воспринимаются наукой тем не менее можно гипотетически предположить что это дополнительно стимулирует наше подсознание ли каким-либо образом работает на наш элемент такого целостного восприятия мира и когда есть такой тип людей которые не доверяют не верят не в сознание не в подсознание него что ну а в воду верят и потом они переливают и говорят ну а вода мне помогла вот дуйку руками махал там там что-то просил ничего не помогало стаканчик по переливал и начала помогать я могу сказать что мне нравится работа с водой вот таким образом это занимает немного времени и человек может очень эффективно себе помочь какие существуют еще методы мне нравятся методы когда человек разделяет себя на три части я считаю что моя гипотеза заключается в том опять-таки гипотеза она заключается в том что наша душа она живет отдельно от нашего сознания от нашего тела наше сознание и наш ум она не соединено напрямую с нашим физическим телом она видимо соединено и коммуницирует при помощи нашей души или можно душу убрать а можно назвать вместо души подсознания как тому фрейда было да то есть подсознание и сознания сны это мост то есть можно гипотетически предположить что через подсознание наше сознание может влиять на наше тело и наше тело может через наше подсознание влиять на наше сознание таким образом исходя из данной мысли можно сказать что если в наше сознание говорит нашему телу я хочу чтобы перестала болеть то помочь такому телу невозможно почему подсознание обычно закрыта а для того чтобы влиять на подсознание согласно фрейду нужно заснуть или войти в состояние транса опять-таки войти в состояние сложно и так далее и тут сразу такие вот темы возникают и на первое место нужно поставить наверное кашпировского свое время кашпировский он использовал метод лечения или метод гипноза он же его не называл методом гипноза он называл это психотерапией называл это в свое время психотерапии называл это в свое время используя при этом всевозможные методы и введения в транс и влияние на когнитивную систему психики и в общем то такой обширный был у него пласт при помощи которого он пробовал каким-то образом воздействовать использовал еще и по моему мнению какие-то системы о которых он молчит и как бы считает что не хочет или не должен говорить он говорит что он работает со временем опять-таки что говорит этот человек но это другое дело чем то что он использует потому что как правило он просто не договаривает для того чтобы видимо не было конкурентов и не знает как обучить этому других людей опять-таки туда попала еще сама система влияния это воздействие через отдавание боли его дочери которая находится на луне но это уже эзотерика то есть если уже в эту сторону смотреть то это эзотерическая тема который говорил свое время гурджиев который говорил что все духи после смерти переходят и находятся на луне и там ждут момента когда они объединятся с теми кого ждут и видимо представляя будто на луне находится его дочь и отправляя туда энергию болезней но он использует методы о которых я буду дальше говорить они действительно существуют все-таки вернемся как же работает сама система сама система работает буквально следующим образом гипотетически если человека разделить на три части и заставить этого человека сделать так чтобы его сознание каким-то образом отключилась от его тела то фактически если его сознание отключается от тела то те мысли которые возникают могут воздействовать на подсознание и это такого своего рода обман нашего сознания каким образом это происходит это происходит за метода оцепенение то есть человеку для того чтобы повлиять на свои органы необходимо перейти в состояние оцепенения условно состоянием оцепенения является условно состояние транса каким образом это происходит она может быть не глубокая или глубокая как вообще научиться состоянию оцепенения это делается следующим образом путем обмана человек становится возле кровати и сам себе дает команду он себе произносит сейчас моя голова отключит мое тело и говорите моя голова отключись и падаете на кровать в этот момент перестаете шевелить руками и ногами внушая себе что ваше сознание отключила ваше тело находитесь в таком положении длительное время от минуты и до десяти минут естественно там дышите что будет происходить естественный процесс отекания конечностей от неподвижности и как ни странно это приводит человека к углублению дыхания дыхание становится вначале более глубокая затем более поверхностная человек может перейти в состояние сна а также может быть состояние бодрствования но самое интересное в том что наше подсознание в этот момент открывается почему потому что если вы дали задачу подсознанию отключиться от тела а тело среагировало что вы отключили при помощи ваших слов ваше сознание то тогда подсознание выходит уже на главный план и тогда ваше подсознание регулирование вашими мыслями может влиять на ваше тело и в этот момент вы можете произносить себе мысли на слова что допустим с этого момента и навсегда мои ноги больше не будут болеть или у меня там перестает болеть нога она отекает летом я перестаю чувствовать боль в кончике пальцев мизинцы в левом там в одном пальце другом третьем четвертом в икре в голеностопе в суглобе в бедре в тазобедренном суставе тазобедренный сустав наполняется наполняется смазкой образуется и ну там варикоз исчезает тромбозы исчезают кровь начинает циркулировать естественно то есть заведомо придумываете себе программу по своему индивидуальному самоизлечению выучиваете эту программу и делаете вот такой вот метод то есть ложитесь стоит становитесь и говорите сейчас когда я скажу голова отключись от тела тело не сможет подключить голову говорите 3 4 5 голова отключись от тела и падаете и уже не шевелитесь после чего вводите себя состояние транса говорите я погружаюсь состояние транса и начинайте дышать 30 40 там 29 28 27 час я досчитаю до 0 и погружусь состояние транса после этого погрузились и после этого начинайте внушение мои ноги начинают правильно функционировать у меня с 1 растворяются или можете если вам сложно говорить силой данной мне кашпировским анатолием михалычем или дойко андреем андреевичем растворяю сосудах там так далее работает ли это наш организм и его система она устроена по принципу самолечения почему когда человек думает что ему таблетка помогла знайте на самом деле таблетка помогает иммунитету таблетка помогает органам таблетка помогает вашему телу а справляется с заболеванием исключительно ваш организм не нужно думать что таблетка справляется с этим организм справляется а таблетка помогает именно поэтому нужно понимать что механизмы о которых я говорю и которые не до конца изучены хотя они изучены в какой-то мере потому что были работы и бехтерева и павлова и лурии александера и там многих и физиологов и психологов и психиатров и эти работы доказывают что в целом каким-то образом можно воздействовать на сознание человека и на подсознание человека и можно какие-либо программы создавать с помощью которых можно воздействовать и есть методы плацебо когда помогают пустые таблетки которые с одними работают с другими не работают вот я бы изучал элемент плацебо каким образом я бы начинал выявлять тех людей которым помогает плацебо и смотрел бы какие механизмы управляли этим человеком или в чем заключается его индивидуальный психотип почему на него это воздействует а наша система ей это не интересно вообще лечить людей таблетками без действующих веществ или лечить водой или лечить гипнозом на этом денег не заработаешь именно поэтому это считается дурным вкусом и на это никто не обращает внимание это никто не хочет не развивать не изучать и уж точно выделять на это деньги почему потому что любые научные работы это длительно изучаемые системы в ходе которых участвует огромное количество людей должны быть предпосылки к тому чтобы это изучать и наверное какие-то еще ну и целый ряд наверно такой вот технической и медицинской работы с исследованиями потому что там же вы знаете что научная деятельность это исследование парадокс и вывод то есть таким образом и доказательства таким образом изучение и наука за все придется платить оплатить за то чтобы определить как работает на человека плацебо или каким образом влияние гипноза может помочь человеку избавиться там от того то того то но это никому не интересно вот метод теперь у вас существует пожалуйста пользуйтесь дальше нлп конечно есть целый ряд таких людей которые называют себя нейролингвистическими программированием есть школы нейролингвистического программирования есть школы гештальта где находят первопричины и пытаются эти первопричины устранить и и так далее сейчас ей до них доберусь тоже но мое мнение по поводу нейролингвистического программирования можно ли изменить что-либо но дело в том что школы есть и огромное количество информации в этих школах но сама по себе система нейролингвистического программирования это была система которая была разработана учеными и имела там не больше 11 определенных компонентов влияния то есть это там изменение убеждений репрезентация это могли быть там раз рефоксию рефокусировка я не помню там ну там целая куча этих методов то есть методы которые не вошли в клиническую психологию наверно и методы которые не вошли во что-либо а были созданы в виде такой индивидуальной науки с целью там помочь человек ну рассмотрим те наверно которые о которых можно сегодня сказать что доказали свою эффективность одна из них это наверное изменение убеждений знаете метод изменить свою мысль чтобы выздороветь каким образом я уже сегодня показывал как использовать этот метод это разозлиться когда человек вышел говорит все больше не болеют но метод рефокусировки о котором говорится нейролингвистическом программировании говорит о том что человек не должен так делать свое время я говорил что метод нужно использовать немножко по-другому каким образом человек должен сначала признать согласно программированию что у него это есть то есть он должен сказать боже как болит рука да точно она у меня сейчас болит и я принимаю что она у меня болит и теперь с этого момента она у меня больше болеть не будет все надоело вот это уже нейролингвистическое программирование вот если так относиться и использовать именно такой метод по изменению убеждений то это работает эффективнее допустим человек говорит да действительно у меня когда-то это не получалось я это принимаю а с этого момента начнет получаться вы даже не представляете еще не знал об этих методах а очень широко их использовал когда-то мой отец брал меня на рыбалку и я говорю что ж такое у меня рыба никак не ловится он говорит это пока она у тебя не ловилась но с этого момента она у тебя как начнет ловиться ты главное пробуй и после этого походил походил и начал ловить и я это взял для себя как метод такой и в более таком взрослом возрасте вдруг понял что это метод который был признанным методом или который был мозологически наверно обоснован и принят в нейролингвистическом программированию называется изменение в корне убеждения или изменения убеждения второе называется репрезентация что это обозначает репрезентация это связать свои чувства с определенными сигналами изменить их тоже все люди умеют это делать каким образом смотрите человек говорит ой болит зуб ой болит зуб ой болит зуб ой болит зуб что обозначает репрезентация смотрите оба репрезентация это одна из самых древнейших технологий которые описаны силю фатом в книге в книге 12 скрижалей написанных на рисовой бумаги которые 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 были написаны еще 400 500 600 700 лет назад в даосизме широко используется почему и мы знаем это все потому что в свое время появились книги и очень благодаря сиюмин тану ию дзин цуаню и юниан цигуну и мантык чья с цены дзаном из тази цуанем и так далее то есть тем мастерам которые обучали людей заниматься восточными практиками купункт изучен пропагандируя системы цигун которые очень распространены в китае одно из таких глобальных системных методов их можно назвать эзотерически условно одним из таких глобальных систем помощи своему организму это была техника волшебной улыбки мы о ней можем услышать или о ней мы знаем и с слов сиюли сию ментана и мантык и мани ван чья которые свое время опубликовали саму практику или технику они предлагали использовать данный метод представляя в виде смайлика улыбку в том органе который у человека есть случае когда это говорили мантык чья они рекомендовали это представлять в виде системы пяти органов которые связаны по системе в усин или 5 органов то есть они рекомендовали представлять сердце в центре груди с левой стороны селезион по за ними почки внизу потом с правой стороны легкие а потом печень ну или наоборот печень а потом легкие и потом вновь сердце таким образом образовывалась пятиконечная звезда такая и вот они представляли будто нужно было представить будто где-то вы видите такой смайлик этот смайлик запускайте в сердце сердце улыбается потом селезенку которая связана желудком потом в почке потом в печени завершаясь это все легкими и вот такая система она должна была соединиться в виде такого пентакля поддержки и круга влияния ну как то так вот я могу ошибаться и в дальнейшем это запускалось там в общем целые системы но то же самое чуть-чуть видоизменено было там ну она есть во всех системах цигун кто бы его не преподавал то есть это одна из ключевых таких моментов а вы знаете что этот ключевой момент который называется в цигуне волшебная улыбка является фактически репрезентации почему потому что это связать свои чувства с определенными болевыми сигналами которые находятся в теле как это использовать смотрите зуб болит что нужно представить согласно системы нейролингвистического программирования в зубе который болит нужно представить смайлик и если так представлять многократно то все перестает болеть правда знаете в этом всем есть нюансы и они ну с собой понятно когда человек сам себе помогает представил улыбку у него там прошло ну отлично это помогает супер кстати несколько слов еще об этом а впервые вообще об этом я читал в книге которая называлась шива тантра и там говорит шива своей жене права ти по моему там в пункте там 23 но или там 22 стихе то есть недалеко а там много стиховых там я не помню сейчас сколько ну наверно больше двухсот он говорит ей буквально там следующие слова там где болит друг нечаянно направь сюда свое удовольствие черпа его с угодного тебе место будь то сердце голова или половые органы направив вместо твоей боли направь туда элемент удовольствия разрушишь эту боль потому что удовольствие разрушает любую боль о чем он сказал так это шо на репрезентации сказал таким образом а шива тантра она вообще написано непонятно когда 900 лет назад тысячу я не знаю уж 5000 лет я просто не специалист в этой области не могу сказать не исследовал это тем не менее такая репрезентация на работает но о чем я хочу сказать самое удивительное вот в чем там допустим у дочери болит у жены болит копчик и она ой как копчик болит и так далее и я говорю давай будем использовать метод репрезентации она давай что нужно делать ты сидя я буду использовать я начал представлять будто в ее копчики я представляю яркий красивый смайлик который светится и представляю это круг четок то есть представляю один раз второе раз 3 ну и так какое-то время там сто раз после чего через несколько там 20 30 40 минут спрашиваю как вообще помогло нагреть надо же помогло и здесь сразу же огромный вопрос почему помогло то получается если человек может воздействовать на себя и на свое подсознание это понятно но как при помощи таких методов можно воздействовать на другого человека остается загадкой я об этом говорю третья сила помните закон максвелла и закон лоуренса если в физическом келе появляется электро электрический ток то вокруг него появляется электромагнитное излучение ну видимо мы таким образом устроены что наши мысли создают электрический ток видимо какой-то особой концентрации ток возможно с направленными воздействием выделяясь из нашего контура можно так назвать магнитного образует магнитное поле какое-либо которое влияет и на расстояние может влиять на другого человека образуя там уже в свою очередь внутри мозга магнитное или или там электричество и это все вот таким образом может работать но опять таки это гипотеза это все необходимо исследовать это в общем то имеет такое чуть-чуть логическое объяснение но она ну как знаете почему лес потому что земля то есть она такое совсем отдаленное то есть она пионерская то есть для того чтобы объяснить это логически есть чего начать но если объяснять это человеку с физику или математику или человеку на у из науки то это будет выглядеть очень наивно наверное очень смешно тем не менее так происходит и такие методы даже на расстояние воздействия могут помогать ну и тем не менее видите второй метод нейролингвистическое программирование который называется репрезентация таким образом можно репрезентировать случае если болит сустав представляет там улыбку если болит зуб представляет там улыбку и так далее таким образом можно сказать что нейролингвистическое программирование в виде психотехник могут помогать фактически тем людям у которых есть достаточно высокая концентрация которые могут сконцентрироваться на какой-то своей идее и побочь своему физическому телу ну и третье это рефокусировка тоже нейролингвистическое программирование переключить внимание там где болит представляете будто вам приятно вы испытываете приятное чувство таким образом расфокусируйтесь а это уже шива тантра помните я говорил найдите чувство когда вам приятно смотрите перенесите это чувство где у вас болит и ощутите у меня был такой случай я ехал в черногорию у меня очень разболелась двенадцатиперстная кишка была язвенная болезнь когда-то и произошло обострение такое осенье и в самолете разболелась и не принимал никаких препаратов но все время использовал вот этот метод я представлял будто в том месте где у меня особенно сильно болит я там ощущаю особенно приятное чувство это очень быстро помогло но опять таки это подходит только тем кто тренирует свою концентрацию тренирует свою наверно наверно намерение ну насколько это возможно занимается медитациями буддизм что в буддизме говорит а что буддизм говорит о целительстве отбросим сами идеи буддизма который говорит что причина создает следствие в виде заболеваний потому что я так не считаю потому что скорее всего одной причина причина одна не может быть потому что в том что у вас допустим появили появилась заболевания поджелудочной железы которое могло быть вызвано тысячами случаев того как ваша дочь не хотела вас слышать ваш сын вас разочаровывал вы ели там какую-то острую пищу сладкую пищу не спали по ночам голодали худели переохлаждались нервничали психовали там мужчину вас давно не было или мужчина вас раздражает или денег не хватает не ведь это все привело в дальнейшем к там это бессонница это повышение или снижение сахара это высокий холестерин и там куча этого всего привело к этому когда говорят найдем один гештальт и он все решит да не будет этого не будет это потому что у одного заболевания не один гештальт их миллиард гештальтов которые привели к тому что клубок этот навязался а вот клубок уже развязывать путем гештальта невозможно кем бы вы ни были чтобы вы там не доставали то есть не было одной первопричины буду скорее всего в этом пусть меня буддисты извинят но опять-таки это мое мнение ничего не утверждаю в этом как раз был в этом как раз заблуждался что касалось заболевание первопричины но может ли буддизм помочь да существует методы целительства в буддизме один из методов целительства он всем известен кто занимается эзотерикой это метод работы синим буддой ну я знаю что в свое время там норму рим почи тензина царь им почи говорил об этом методе там тулку то есть было очень много людей которые пропагандировали метод или передачу работы синий будет синим буду или танкой синий будут синего будды в дзакчене в кардио в нигме и там где только этого не было но для обычных людей это запретная тема и она закрыта была но благодаря вот развитию буддизма тибетского мистицизма мы узнали о мантрах там беканз беканзе маха беканзе ранзе самудгаты соха допустим это мантра синего будды почему синего тут такой вопрос дело в том что это уже тайна все тайна это значит эзотерическая то есть обычные люди они приходили слушали мантру беканзе беканзе маха беканзе ранзе мудгаты соха от посвященного человека и получали посвящение использования данного метода а что обозначал посвящен посвящение то есть человек наблюдал синего буду и представлял будто он сам является синим буддой но эзотерическая идея этого всего заключалась вот в чем оказывается что каким-то образом случае если человек наполняет середину своего тела ментальную мысленную мысленно наполняет конечно наполнить физически не может живое тело ну и не нужно к этому стремиться хотя наблюдая за женщинами которые выпивают в день по 8 литров воды я думаю что они все-таки умудряются наполнить себя синей водой а также алкоголики которые наполняют себя синей водой но у них к сожалению она огненная ну ладно это шутка но это их дело хотят пусть наполняют зато у них мир чудесен когда есть алкоголь и наркотики ну что ж вернемся к теме наполняя себя синей водой что это обозначает мы как эзотерики обычно говорим так синяя вода это прообраз здоровья именно поэтому в случае если человек говорит у меня болит печень что он должен применять применяйте метод синей воды представляете будто вы не смотрите на свою печень а представляете будто вы где-то видите эту печень заполняете ее синей водой теплой темной синий можно даже теплым темно-темно-синий аж черный это все действительно помогает но к сожалению такие болезни как гипертоническое заболевание сердца головокружения ну вот такие заболевания таким методом излечить невозможно системные заболевания связанные там железами с сахарным диабетом 1 типа они являются более кармическими и вылечить себя используя такой метод невозможно но вот такие болезни незначительная как гастрит там эзофагиальный рефлюкс дискинезия желчных протоков там заболевания печени каши легкие носоглотка горла там головные боли человек не может справиться с каким-то там психосоматическими элементами это все может помочь человеку то есть но и можно использовать это еще и на близких допустим представляя будут ваш близкий человек там наполнен синей водой при этом читать мантру беканзе маха беканзе ранзе самодгаты суха дальше джуна джуна а пульсация еще в тибетской медицине существует метод пульсации буду как-то сказал такие слова он сказал что единственный способ единственный способ убрать клеша заблуждений это разрубить их мечом добродетели но на самом деле когда он говорил добродетель то он имел в виду не добродетель это не очень правильный перевод для нас с палийского а было сказано буквально доброты то есть клишами он называл злость которую накапливает человек или проявляет по окружению к окружающему миру а доброта это то что может разрубить этот элемент о чем он говорил один из самых простых методов вылечить другого человека это использование тибетской пульсации что это обозначает ощутите первое ощутите себя добрым человеком добрым второе представьте будто вы можете создавать пульс который вы создаете от руки или от груди или там от ноги и от уха от глаза от чего хотите третье представьте человека или приложите к человеку свою руку четвертое ощущаете будто этот пульс смешивается с элементом вашей доброты 5 если у вас есть духовный учитель возьмите силу этой доброты у него и через себя отправляйте ему 7 если вы верите в бога берите напрямую у бога если вы ощущаете его доброту по отношению к вам наслаждение доброту радость вот вам и метод называется тибетские пульсации методы личины по джуне в свое время существовало джуна я тоже они хотел сегодня рассказать раз уже заговорили за кашпировского то нужно сказать о джуне кстати пользуясь случаем хочу сказать что прямо сейчас вы можете перейти на мой сайт дуйко гуру и спустя после того когда кончится вебинар еще на протяжении двух часов хорошо он закончится там где-то в пол наверное восьмого и можно будет до пол десятого приобрести со скидкой 10 процентов любой из моих семинаров шумов тренажеров на моем сайте дуйко точка гуру и хочу вам сказать что я рекомендую если вы собираетесь быть целителями я рекомендую обучающий мой семинар который называется двухдневный семинар целителей это 16 часов сейчас посчитаю 88 а нет не так 2222 это получается 44 на 28 8 часовый семинар из состоящий из четырех занятий где я даю методы эффективного целительства поверьте мне здесь я этого не дам то что вы сейчас получаете это как бы так для общего развития но все-таки вернемся методы лечения по джуне свое время джуну очень рекламировали она была очень популярна и целые статьи печатались в советских газетах и по телевизору джуну показывали и даже партию джуны сделали она так скоропостижно скончалась как и юрий лонга который тоже был достаточно популярен и так далее там была такая целая эпопея лонга и гробовой и джуна и много было таких и кашпировский чумак и там было очень много среди них были и такие уникальные ну видите многие закончили плохо потому что у кашпировского дочь у джуны сын лонга вообще умер без детей лонга кстати из запорожья гробового посадили то есть видите как то так все не очень приятно но вернемся к теме по джуне джуна предлагала водить над человеком и что она предлагала я в свое время был на уроках джуны я могу сказать что ключевой чертой работы с человеком у нее был действительно интересным какой-то метод и как он отличался от метода который который давал свое время кашево звали левашов вот который давали ваша сейчас о методе левашове тоже расскажу чем отличается от все-таки метода джуны джуна она говорила что энергетическая структура человека она состоит из чакр и ауры и она говорила что исследуя руками ауру и предлагала методы исследования ауры необходимо обращать внимание на то что вы ощущаете руками то есть такая своего рода эмпатическая экстрасенсорная особенность которую человек развивает у себя когда он вводит недалеко от тела другого человека она говорила именно она первая ввела такие слова как блок она говорила мы находим блоки дальше она объясняла что за блоки она говорила есть блоки холода или тепла или как будто рука не может двигаться и она давала такие идеи она говорила если вы рукой ощущаете холод то если вы рукой ощущаете холод то сделайте так чтобы направить туда мыслью или своими чувствами тепло если пульсацию успокойте чтобы этой пульсации не было если покалывание уберите покалывание если холод нагрейте если рука не может двигаться то представьте будто вы как прожигаете ну и вот она такие методы давала и этому обучались это назывались методы работы с аурой и экстрасенсорные методы работы с аурой по джуне при этом там были дополнительные практики но я могу вас уверить что это была основная если она кого-либо обучала то начинала именно с этого то есть она объясняла каким образом находим блоки какие блоки можно найти как их почувствовать и вот что с ними нужно делать по джуне в случае если у человека болит голова и водить вокруг головы то будет ощущение будто гудения как вокруг тибетской чаши она говорила мысленно сосредоточьтесь на том чтобы остановить гудение этой тибетской чаши и у человека перестанет болеть голова я с ней совершенно согласен потому что используя методы которые свое время давала джуна я могу сказать что эти методы вот конкретно данный метод который являлся ключевым достаточно активный достаточно хорошо работал ну и дальше у нее конечно за такие и закрутила и много было таких забубленов уже то есть воздействия там на мир мертвых и воздействия и там представлять огненные кресты в груди и там воздействие увеличивать энергию то есть уже кто в леса кто под рова но в целом когда это было начало то начало было великолепным то есть начало было великолепным потому что она действительно давала практическую рекомендацию тому как все таки можно с помощью 1 одному человеку используя наработанную экстрасенсорную способность помогать другому человеку далее метод по лечению левашова необходимо еще и о нем сказать одна из особенностей левашова была или заключалась в том что он использовал метод привязывания человека к внешним источником или внешним стихиям таким образом он делал так он говорил допустим человек говорит у меня горло болит он говорит тебе там тепло или холодно человек говорит мне тепло он после этого представлял будто он брал это тепло или этот жар и смешивал его с источником который он собирал в виде собирательного образа своей внутренней психоэмоциональной ментальной библиотеки в виде допустим холодной воды в какой-то реке вот допустим где он там проживал или там да и так далее и очень часто использовал именно такой метод то есть он делал так человек говорил там я испытываю испытываю состояние там озноба и вот он представлял будто он брал человека брал картинку из своего сознания где было очень жарко и между ними соединял и называл это привязкой или техникой привязки таким образом он привязывал его с чем-то или с каким-то событием через ментальный свой образ с какой-то стихией или элементом который он брал во внешнем мире так психически больных сознание этих людей привязывал к солнцу к солнцу он привязывал щитовидную железу поджелудочную железу половые органы к воде он привязывал состав лимфосистемы привязывал допустим к лесу он привязывал печень и привязывал всю правую сторону к большому полюс пшеницы он привязывал левую сторону человека и такие привязки к небу он привязывал зрение привязывал зрение к небу а сзади или в этом небе как бы сзади человека он привязывал еще и как он говорит к солнечному свечению или к солнцу сияющему над водой почему то так это было но тем не менее знаете методы которые он использовал таким образом они работали как он объяснял метод когда зимой росли растения и так далее он это привязывал космосу то есть он представлял свое поле в этом поле он представлял поле представлял без земли и представлял будто корни выходят напрямую в космос космос же при этом он считал максимальным элементом который может создавать огромное количество энергии электричество таким образом он делал космос отдающим а вторую космос который представлял над этими растениями принимающий тот космос который над растениями принимающую он представлял светлого цвета а тот который под растениями темного и связывал это между собой и он это называл техникой привязки для ускоренного роста растений называл это запечатывал в куб это все и называл этот трансформатором таким образом вот использовали он использовал метод возможно ли это было почему-то я вспомнил сегодня селекционера был такой селекционер он жил в америке у него была фамилия при берн приберн сейчас я скажу как его фамилия было я сегодня сегодня статью по нем написал прямо у себя на сайте называется чудак уговоривший кактус расти без иголок а бербанк бербанк лютер бербанк точно вот существовал лютер бербанк который занимался селекцией чем он стал знаменит вообще так бы о нем никто не знал но дело в том что он еще в 1900 году начал а находился он в миннесоте а как известно в миннесоте жарко не филадельфии наверное или в миннесоте не помню по-моему или филадельфии или в миннесоте филадельфии наверно и там жарко и растут кактусы и одна из его идей было создать такой кактус который можно было бы использовать в пищу но тогда еще не было методов дегибридного скрещивания тогда еще не использовали методы которые в дальнейшем мичурин создал и не было еще генетического моделирования а все пользовались там другими механизмами там представители этого лысинка или лысенко ну и вот одним из них был бет борн берт борн и чем он был интересен и а почему о нем решил говорить у него был и уникальные случаи он выращивал кактусы и когда они росли он каждый день садился перед ними и убеждал их вырасти без иголок и он это делал у него вырастали кактусы и эти кактусы вырастали без иголок представляете он это описал у него есть научная работа она признана в которой говорится о том что коммуникация между растениями человеком возможно она так и называется аномальная коммуникация которая может быть использована в ходе селекции до представляете сейчас конечно когда есть уже другие методы скрещивания где можно делать ретроспекцию интроспекцию растений уже использовать такие методы наверное уже но не нужно и неинтересно но тем не менее я вот могу сказать что я использую это у себя в саду допустим если дерево болеет я подхожу и говорю да или там не дает яблочки вот когда весна начинается говорю дай мне яблочки пусть у нас будет яблочки ты моя хорошая пусть будет много яблочек и тогда таким образом и дает и дает почему мир так устроен потому что первым было слово первым был звук потому что все через звук идет и все через душу все все между собой связано слышат они слышат понимают чувствуют и животные растения и камашки весь мир он так устроен знаете как в фильме аватар все между собой соединено ну и вот левашов использовал это он привязывал все еще и картинам внешнего мира мега интересные методы ну и второе это у него были такие методы которые он называл перенаправлением он перенаправлял энергию допустим одна из его идей было и звучало так я это когда-то видел он говорит женщина говорит меня все время замерзаю мне все время плохо он говорит хорошо а а где у вас больше всего энергии и она говорит о мысли истокая спать не могу и вот он делал такие движения понял он перенаправлял он завязывал или делал привязку между грубо гипотетически составляя модель этой женщины представляя как не знаю муж в разрезе ли может быть где-то в виртуальном своем мире матричном он представлял сознание этой женщины в виде там кипящего сознание булькающих мозгов и перенаправлял выводил из тела и направлял это фасции тела или вел это по позвоночнику эту энергию и запускал ее в мышцы таким образом можно сказать что он перенаправлял энергии говорили ему там нет силу но много мыслей вот он брал энергию мысли перенаправлял в отделы мышцы органов которые требовали поддержки восстановления таким образом эзотерически помогал данному человеку ну и методы какие есть и какие популярные очень быстро для вас метод джона эдварда метод джона эдварда это был такой человек который был ясновидящим очень популярным в америке в свое время у него был такой метод он прославился тем что был основателем и популяризатором общения с мертвыми или мертвецами то есть он занимался общением с мертвецами и так далее но у него был очень эффективный метод которым он пользовался он представлял будто общается с мертвецом или с умершим родственником того человека которые есть и просил этого человека он говорил ты все равно уже умер тебе то что забери болезнь и брал болезнь передавал этому умершему человеку и отдавал эту болезнь таким образом но я бы я вообще противник работы вот таким образом с людьми тем не менее могу сказать что методы джона эдварда которыми он прославился в америке а также его книги по сей день изданы миллиардными просто тиражами очень популярные многие люди используют при этом есть целые религиозные направления это допустим религиозное направление лаосов которые передают мертвецам своим тем которые умерли неприятности своей жизни или там болезни своей жизни тогда хотелось бы вспомнить еще о дэвиде штерне у него там тоже были методы там боевого крика то есть он там говорил что если вы болеете начните кричать каждый день там глубокой релаксации которые потом подхватили мексиканские или бразильские и запатентировали как метод сельва знаете у нас метод метод расслабления по александеру то есть кто был основателем тоже непонятно знаете тем не менее штерн придумал вот такое дыхание когда там заполняешь дыханием там места какие-то там расслабляется и так далее много всего роль финг и да и роль фингом в 1950 году было очень популярно это определенный массаж определенных акупунктурных зон которые находятся исключительно на стопе человека это тоже как бы симбиоз была системе цигун рефлексотерапии которая тогда начала только появляться после фильмов всевозможных которые были связаны с китаем азии где очень широко используются данные методы но вот она изучила такие системы и выявила что уст на стопах людей у которых есть повышенная психическая возбудимость есть особенно отвечающие на боль места то есть центр стопы это невроз там боковая нижняя точка под на левой ноге с правой стороны отвечала за невротическое состояние невозможность концентрироваться с правой стороны на невозможность засыпать и она тогда определила этих точек там по моему 19 или там 18 точек 18 точек рольфинга о которых она говорила и которые к радости начали показывать очень хорошие результаты при массаже на эти точки у людей действительно происходили мощнейшие системы расслабления физического тела улучшения психических состояний и так далее много там сейчас лаппорт это легочная биоэнергетика это 38 точек я не помню там какого-то специалиста который придумал 38 точек тоже продал очень много книг связанных с этим я могу сказать о точках которые есть у человека и которые в действительности могут очень омолаживать человека омолаживать и убирать у человека заболевания этих точек 6 они так и называются 6 точек тайных 6 тайных точек молодости массаж которых может сделать человека молодым за счет таких методов худеешь волосы растут глаза лучше видят руки перестают болеть и так далее как с этими точками работать нужно надавливать и удерживать считая до 60 одна . находится вместе в центре груди которая болезненно то есть на нее необходимо надавить дочитать до 60 2 находится во впадине у нашего горла если но ее нужно надавливать надавливая вниз так чтобы было больно не вперед а вниз здесь сращивается две мышцы и вот . на нее необходимо надавливать 3 . это нижняя часть под губой 4 это нижняя верхняя часть над губой под носом 5 . это . наши переносицы и 6 . это . углубления над костью задней части нашей головы эти шесть точек их в моей последовательности необходимо массажировать а две точки которые находятся у нас под нашей челюстью и место где крепится челюсть нашей голове эти точки не входят в эти шесть но эти точки тоже являются точками расслабления лица и молодость если массажировать эти шесть точек то у человека происходит избавление из лечения от заболеваний лечения аутоиммунных заболеваний действительно эффект такой очень интересный яркий достаточно хорошо выраженный во всяком случае такой иммунный перестаешь замерзать исчезает озноб и тогда вот такая получилась у нас тема хочу вам напомнить что сегодня у нас во время этого вебинара вы можете позвонить на эти номера телефонов и заказать для себя любой из семинаров я рекомендую семинар который называется двухдневный семинар целительства где я обучаю человека каким образом можно воздействовать на другого человека и на себя как на расстоянии так и самостоятельно целью улучшить общее физическое состояние себя и своих близких и родных людей человек как бог и я думаю что у чайском теле есть все системы и все знания которые необходимы для того чтобы постичь все знания божественные человек настолько исключительно сложное существо что наша наука все знает она знает как работают все механизмы клетки электроны протоны как работает генетика но изучить и создать искусственно такой механизм как человеческий организм наша наука не может именно поэтому можно сказать что наш физический организм мега сложнейшая мега мега сложнейшая система поэтому воздействие на нее может быть еще и при помощи вот таких психоментальных можно их назвать эзотерических можно назвать еще какими-то словами методов павел красненко скажите кому из экстрасенсов которые с вами работают можно обратиться за помощью со мной не работают экстрасенсы шановный андрей андрич хочу запытаться вас про молодшего сына уже 35 роки в аж весна мы еще треба заработать еще захотелось ему жить и самому повесьте перец сушеный красный в его комнату через два-три месяца захочет жить отдельно проверено расти учитель с благовещением вас пожалуйста скажите эзотерический способ чтобы мужчина ушел без скандала сжигайте его на свече как я обучаю на первой ступени эзотерической школы кайлас вы не проходили первую ступень эзотерической школы кайлас а то бы вы знали как необходимо посылать в дождь и как необходимо полить мосты я именно это и рассказывал там это целое занятие поэтому я для вас не учитель потому что если бы вы проходили то тогда бы имели право называть меня вашим учителем а так как вы не проходили поэтому я для вас просто андрей итак сейчас нас смотрит 548 человек а лайки поставили 347 поэтому обязательно и прямо сейчас поставьте свои лайки хочу еще раз сказать что сегодняшний вебинар назывался мифы и действия по изменению своего физического тела с помощью эзотерики скажите тема была раскрыта полностью думаю что интересно раскрыта и ряд таких методов наверное для вас новых я все-таки раскрыл какие бывают методы которые могут помочь человеку быстро избавиться там от заболеваний их миллиард их даже не миллион их миллиард самые простые да допустим случае если у человека кашелью там болит болят легкие представь будто видите там две арахисинки которые как шары нагрелись и огнем горят второй метод представить будто там вместо легких розовые легкие такие розово-розово красивые суставы болят зелеными представлять что вы их миллион но они сложно их так человек сам по себе никогда не узнает это тайна моя дочь 37 лет ушла в себя с 25 лет ухудшается память не тем не занимается только курит и пьет сладкий чай с кофе с молоком очень много набрала вес 130 что с ней как ее спасти вам поможет психиатр и поможет препарат психиатрический у нее скорее всего шизофрения так как вы описали типичный для шизофрения случай это когда человек становится социальным человек набирает вес у него исчезает заинтересованность и коммуникация также проявляется агрессивность и это будет не улучшаться ухудшаться со временем если эзотерические способы есть но я сомневаюсь что вы сможете такими способами манипулировать и работать потому что они сложны для человека сложны это сложные представления сложная работа ну и на это в сложно а вот психиатр с таблетками это несложно назначить ей там аминозин палоперидол там я не знаю какие-то препараты просто не психиатр сейчас есть современные препараты и полечить вашу девочку не забывайте о том что наша эзотерическая школа она обновляется вы можете получать огромное количество всевозможной информации перейти на мой сайт там невероятное количество статей я эти статью пишу ежедневно еще дополнительно сейчас статей о во всем об отношениях психологии философии видение целительства экстрасенсорика мантры загадки тайны и так далее философия веков экстрасенсорика современной древней так далее то есть все что связано с невидимым миром можно мое мнение прочитать и создать свое мнение которое будет вам интересно поэтому смотрите изучайте переходите приобретайте сегодня семинары сегодня для вас на протяжении двух часов будет скидка 10 процентов поэтому переходите какие я могу посоветовать мои любимые семинары это что говорят индийские боги это христианская магия как раз вот сейчас перед праздниками интересно послушать это магия древнего египта это магия индии египетская магия это называется деревенская магия есть уникальные такие занятия где можно заниматься со мной это на первое место можно поставить семинар который называется санга я 60 исполнение желаний санга 69 где я ставлю программу чтобы устранить все порчи из глаза у человека также ставлю программу защиту и объясняю как это будет работать можно смотреть со второго дня начинаете лучше себя да не лучше а порхать и летать 78 79 снг посвящено материальному благополучию и роста материального благополучия есть семинары целительства вот двухдневный семинар целительства есть трехдневный семинар мастер-класс по обучению обрядовой магии он мега интересен он прямо гениальный для тех кто пробует делать обряды для тех кто хочет попробовать что это такое с помощью обрядов можно изменить свою жизнь был не кем стал всем был бедным стал богатым и так далее целый ряд огромный огромный ряд семинаров все семинары авторские информацию которую я даю вы не найдете в интернете они действительно очень интересны уникальны очень практические и совершенно отличаются от всей информации которую вы можете получить как в интернете так и в g5 чате с вами был андрей дуйко до свидания друзья не забудьте оставить свои благодарности и комментарии после окончания данного видео под данным видео а также подпишитесь на мой канал и от меня вам подарок в честь такого праздника благовещения минус 10 процентов спустя два часа